В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Детский сад «Колобок» признали лучшим дошкольным учреждением Московской области. Трудились все и заслуга моего коллектива, и моя личная. На улице Лесной появилась новая зона отдыха для детей и взрослых. Жители выступили с инициативой в том году, потому что площадка уже больше 10 лет не менялась. Женщина шла. Так называется новая выставка, открывшаяся в Виднорском историко-культурном центре. У нас принимает участие здесь несколько творческих коллективов. Этот год для детского сада «Колобок» выдался урожайным на победы. Учреждение стало лучшим в Московской области и вошло в число лауреатов с Российского фестиваля дошкольного образования. Об инновационных методах обучения расскажет Юлия Пагатьян. Множество кружков, бассейн, центр робототехники, логопедический класс, возможность подготовки ребят к школе. Детский сад «Колобок», что в микрорайоне Купеленка, один из самых инновационных в Ленинском городском округе. Имеет три корпуса, здесь обучается более тысячи детей. Есть даже группа для самых маленьких. Плюс ко всему опытные, высококвалифицированные воспитатели. Я считаю, что воспитатель – это тот человек, который должен точно любить людей, любить детей прежде всего. И самое главное, что очень много нужно с детьми играть. Конечно, занятия – это здорово, но все занятия у нас проводятся только в игре. А в игре дети все и узнают. Все это помогло «Колобку» выделиться среди других детских садов Подмосковья и стать лучшим в области. Весной учреждение приняло участие в региональном конкурсе. И пройдя несколько этапов, жюри признало его лидером в своей отрасли. Честно, не поверили в начале, когда прислали результат, протокол. И мы смотрим, где же лариат, мы хоть в какое место-то попали. А вверху самую главную надпись. Мы не видим, что там детский сад номер два «Колобок», Ленинский городской округ победитель. И когда мы все увидели, мы все портали просто от счастья. Параллельно с региональным конкурсом детский сад «Колобок» участвовал во Всероссийском фестивале дошкольного образования. И здесь учреждению улыбнулась удача. Оно вошло в список лауреатов. Награждение состоялось в июне в Санкт-Петербурге. Сотрудники мои в настроении находятся эйфорическом. Почему? Потому что трудились все. И заслуга моего коллектива, и моя личная. Все мои цели, которые я ставила для себя, как для руководителя, взаимоподдержка, взаимовыручка, все это у нас присутствует в коллективе. Поэтому все сплотились и поставили цель хорошо представить свой сад на уровне Всероссийском и областном. Но самая высшая награда для коллектива – оценка воспитанников детского сада. Здесь интересно. Здесь много игрушек, и воспитатели хорошие. Я люблю с друзьями играть в футбол в садике. Я его люблю за то, что там хороший воспитатель, а еще там очень много игрушек, и там хорошие кружки. Окрыленный результатом коллектив Колобка намерен продолжать участвовать во всевозможных конкурсах и достигать новых высот. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В деревне Месайлова сотрудники ГИБДД провели рейд по соблюдению правил парковки и движения пешеходов. Повышенное внимание к безопасности на проезжей части связано с ростом числа ДТП. Так, 6 июля во дворе одного из жилых комплексов в Месайлово в аварии пострадал ребенок. Тему продолжит Олеся Попова. Вечерняя прогулка во дворе для юного жителя квартала пригород Лесное закончилась серьезными травмами. 6 июля ребенок выехал на дорогу на самокате из-за припаркованной машины и попал под колеса автомобиля. С начала каникул это уже не первое ДТП в Ленинском округе с наездом на пешехода. Напомню, в июне в поселке Развилка водитель автобуса насмерть сбил 11-летнюю девочку на зебре. Не так давно пострадал ребенок на проспекте Ленинского комсомола, выбежав во дворе на проезжую часть. Большое количество наездов также на деток, которые находятся во дворовых территориях. Сейчас летний период, детки остаются в основном без присмотра, когда родители находятся на работе. И соответственно во дворовых территориях они выбегают на проезжую часть дороги. Большое место здесь имеет припаркованный транспорт, неправильно стоящий вдоль обочин, закрывающий обзор как водителям, так и пешеходам. Несмотря на проблемы с парковочными местами, правоохранители призывают водителей соблюдать правила. Ведь автомобили, оставленные в неположенных местах, не только затрудняют проезд, но и ограничивают обзор. В ходе рейда инспекторы напомнили жителям Мисайлова о том, как правильно парковать транспорт. Нарушителей оштрафовали, а их автомобили эвакуировали. Особое внимание уделили и пешеходам на самокатах и велосипедах. Смотрим направо-налево и если машины не едут, потом направо. Если машины не едут, то мы переходим. Переходим в пешем порядке, берем велосипед за руль и переходим. Детям и родителям деревни Мисайлова инспекторы раздали памятки о том, как правильно переходить дорогу и вести себя во дворе. Сотрудники ГИБДД предупреждают, даже на зебре нужно оставаться бдительными. Особенно передвигаясь на самокатах, велосипедах и других транспортных средствах. Когда ты едешь на гироскутере, подъезжая к пешеходному переходу, ты знаешь, как ты должен поступить? Надо свезть с него, когда перешел дорогу, надо только потом с ним. Умничка, молодец. Олеся Попова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Настоящим местом притяжения для жителей старой части города Видное стала зона отдыха на улице Лесной. Активисты давно просили обновить здесь детскую площадку. В итоге получили даже больше того, о чем мечтали. Здесь, как говорится, и старым лад найдет, чем себя занять. Большая детская площадка с качелями, каруселями и горками примыкает к зоне со спортивными тренажерами и воркаут-элементами. Такую территорию отдыха по просьбам жителей организовали на улице Лесной в городе Видное. Жители выступили с инициативой в том году, потому что площадка уже больше 10 лет не менялась. Она здесь была такая совсем старенькая. И все пожелания были учтены. Особенно одно из пожеланий – это оставить большую елку. Когда зимой они будут ее наряжать и водить хороводы. Детская площадка рассчитана на детей разных возрастов. Здесь будет интересно как малышам, так и ребятам постарше. Согласовывались с жителями. Они выбирали, какие элементы они хотят увидеть. В принципе, то, что они просили, то и было реализовано. В частности, для маленьких деток просили сделать песочницу. Ее отнесли немножко от дороги, поменяли немножко план, чтобы она раньше по плану находилась ближе к дороге, сейчас отнесли ее подальше от дороги. Я проезжаю, всегда останавливалась и разговаривала со строителями. Куда какой куст пересадить, где что будет. Вопросы задавали. Они такие доброжелательные, молодцы. Взаимодействовали с нами очень активно и очень хорошо. И все делали на совесть. И спасибо, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо администрации. Спортивная площадка оборудована всем необходимым. Воркаут-элементы и турники будут востребованы у местной молодежи. А тренажеры позволят поддерживать хорошую физическую форму всем без исключения. Артур Александровский, который серьезно занимается спортом уже более пяти лет, оценил оснащение площадки на твердую пятерку. Очень хорошо сделано. Мне нравится оформление площадки. Я думаю, что здесь все тренажеры, именно спортивный комплекс, он полностью себя отрабатывает для всех групп в мышц. Я думаю, что комплектация здесь самая максимально полная. В ходе обустройства новой зоны отдыха удалось сохранить все деревья, росшие тут. Их аккуратно пересадили по периметру площадки. Работу удалось провести в течение месяца. Радует, что на относительно небольшой площади много зон для разного возраста. Вот мы занимаемся на тренажерах. Молодежь вот тут на турниках подтягивается. Детям вообще это вот радость. Там и такой мини-городок, так сказать. И песочница, и горки, и качели. Ну, в общем, все-все-все. Мне кажется, наша площадка самая красивая. Также в течение месяца здесь появится новое освещение и камеры системы «Безопасный регион». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновском историко-культурном центре открылась выставка с интригующим названием «Женщина шла». В экспозиции представлено более 150 работ разных авторов. Она приурочена к Дню семьи, любви и верности. Куда же шла женщина, узнал наш корреспондент Максим Козлов. Эта выставка – тот случай, когда, можно сказать, глаза разбегаются. Мастерство, с которым выполнены все, без исключения работы, не может не восхищать. У нас принимает участие здесь несколько творческих коллективов. Это самодеятельное объединение «Волшебная шкатулочка», галерея авторских кукол «Абажур» и активное долголетие, и мастерская «Стрекоза» Дворца культуры «Видное». А также жители, в основном женщины нашего Ленинского городского округа. Работа каждой участницы здесь словно маленькая история жизни, история творческого поиска и обретения собственного стиля. Я пробовала очень много в чем, и пыталась рисовать, и меня всегда тянуло в творчество. Но вот как-то на керамике оно остановилось. То есть уже год, и я понимаю, что оно меня продолжает будоражить. Для многих участниц творчество больше, чем просто хобби. Это важная часть жизни, как, например, для Марины Семеновой. Иногда бывает очень много всяких разных мыслей в голове. И когда ты садишься за холст и начинаешь писать картину, время уходит, уходят все проблемы. И когда вот этот кураж идет, что у тебя что-то получается, и получается здорово, как бы, знаете, такой большой прилив сил. Сестры Марина и Елена Самбуровы с детства имели перед глазами положительный пример. У нас дедушка был очень рукодельный. У него в гараже была мастерская. И он там и керамикой, и чеканкой, и выжиганием, и резьбой по дереву занимался. И мы всегда думали, боже, зачем ему это надо? А вот сами в каком-то возрасте пришли, я думаю, боже, это был уголок счастья. Ты мог прийти, делать все, что хочешь. И это мы как бы тоже все делаем. И сейчас сестры тоже занимаются творчеством, черпая вдохновение, казалось бы, в простых вещах. Вот это вот панно, это одуванчики обычные наши стандартные. Я шла по улице и обратила внимание, что маленькие совсем листочки у одуванчиков, они похожи на еля. Как такие вот старые-старые елки. Назвала панно «Сказочный лес». Вот здесь вот, здесь у них самолетики от одуванчиков, запечатанные в смоле. Ну, это полностью такая идея из головы. Нашлось место на выставке и для детских работ. Самому юному участнику всего шесть лет. Ребята представили портреты своих мам, бабушек. Смотрите, такие очень красивые. Даже мы знаем, что многие писали эти портреты по фотографиям, если бабушки уже нет. У ребят было задание создать кошек-хранителей. Да, кошек-хранителей. Вот они такие образы создали. Здесь у нас и кошка Микки, и кот-билетер. Посмотрите, здесь смотритель какой чудный. Светлана Камынина делает кукла. Она признается, что еще только в самом начале творческого пути, который начался довольно неожиданно. Я решила сходить на выставку кукол, которая проходила в Москве. И вот в тот момент я как раз решила, поняла, вернее, что это мое. Это творчество меня заряжает и когда надо успокаивает. В общем, некоторая такая витаминка. Творчество для самодеятельных художников не только способ самовыразиться, но и возможность общаться с единомышленниками, обмениваясь творческой энергией и идеями, как это происходит, например, в клубе «Волшебная шкатулочка». Люди приходят, приезжают из Москвы, из Люберец, из Чехова. То есть уже на протяжении многих лет уже люди вот так вот познакомились, дружат между собой, созваниваются, ездим на выставки какие-то. То есть вот такая интересная у нас жизнь. Эти разные истории объединяет одно – любовь к творчеству и желание сделать этот мир лучше. Выставка «Женщина шла» будет работать до 7 августа. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!